Добрый вечер! В прямом эфире вы смотрите информационную программу «Факты» в студии Артём Васенко. И далее расскажем о главных событиях этого дня. Если идёт сбой, значит просто жмите кнопку с тревогой, тревожную кнопку, я быстро на неё отреагирую. Новые школы и больницы в первую очередь губернатор края провёл совещание по вопросам реализации приоритетных проектов в регионе. Возможности перевоза маломобильных групп населения, наличие кондиционера, наличие Wi-Fi. И в три раза комфортнее. В Краснодар из Челябинска переехал железный брат Витязя на постоянное место жительства. Сложно не было. Были вопросы на точное знание дат. Патриотическая проверка. Какие перспективы открывает школьникам написанный на «Отлично казачий диктант»? Расскажем. Высшим законодательным органом на Кубани называлась Кубанская законодательная рада. Без прошлого нет будущего. В свой юбилей кубанские законодатели вручили студентам КубГУ самые ценные подарки – опыт и знания. Начну с крупного пожара в Краснодаре на улице Кожевина. Днем вспыхнуло здание хлебозавода. Спасателям пришлось эвакуировать персонал из горящего строения. В бой с пламенем вступили 39 человек, в том числе звенья газодымозащитной службы и 12 единиц техники. К этому моменту огонь начал быстро распространяться. Пожарные боролись с пламенем около двух часов. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания, а сотрудники завода подсчитывают убытки. Уже известно, что хлеб и мука не пострадали. К другим новостям переходим. Миллиарды рублей на важнейшие для жизни регионы – проекты. В Краснодарском крае готовятся к масштабному строительству сразу ряда социальных объектов. О темпах реализации этих программ сегодня говорили на совещании у губернатора. Вениамин Кондратьев лично следит за их выполнением. На что направят бюджетные деньги, расскажет Александр Иванченко. Школы для одаренных детей – современный медицинский кластер. Эти проекты на ближайшие годы станут приоритетными для всех уровней власти на Кубани. О реализации важнейших для региона программ сегодня говорили у губернатора. Подобные совещания Вениамин Кондратьев проводит ежемесячно. На столе отчеты с подробными данными по каждому объекту – школы, детские сады, больницы. Перенос сроков строительства в этих случаях недопустим. Так, например, как в станице Тбилисской, где с 2008 года не могут сдать лечебный корпус центральной районной больницы. Знаете, коллеги, вот я вот смотрю, чисто коммерсанты. У них все достаточно быстро. У них проектируется за пару месяцев по тому же строительству спортивных комплексов, где они просто берут, а потом у них надо, правда, выкупать. Но у них достаточно все быстро делается, потому что у них деньги заемные. Деньги работают, они проценты, надо чем быстрее, тем лучше. У нас же все растягивается на года. Почему? То есть, получается, у строительного бизнеса огромный интерес заработать, а у коллег наших, чиновников, интереса никакого нет, потому что они за что не отвечают и еще ни за что не платят, в том числе. И никакие проценты за то, что деньги лежат в бюджете, никто с них не взымает. На особом контроле строительство медицинского кластера в Краснодаре. В начале следующего года планируют определиться с подрядчиком и заключить контракт на изыскательные работы. Еще один важнейший региональный проект – школа для одаренных детей в краевой столице. На 12 гектарах разместится настоящий кампус на 1100 мест, включая интернат для ребят из районов. Свои двери учебное заведение должно открыть через пару лет. Это уникальный объект. Мы будем проводить работу по отбору детей заблаговременно, заранее, потому что у нас дети заходят в эту школу после пятого класса. Мы должны их всех оттестировать. Они пройдут вступительный экзамен в эту школу. Это школа особенная, школа уникальная. Одно совещание переходит в другое за считанные минуты. Служба протокола меняет таблички с именами и сразу приглашает следующих участников заседания, которые отвечают уже за строительство Центра военно-патриотического воспитания. Масштабный проект, аналогов которому в регионе еще не было. Парк «Патриот» расположится около станицы Старомышастовской. Это первый подобный объект в Южном федеральном округе. Он включает в себя комплекс воздушно-десантной подготовки, собственный скалодром, трассу для мотокросса и многое другое. Полная сдача Центра запланирована на 2022 год. Однако в следующем уже построят часть площадок. Планируется закончить строительство к 9 мая. Это летные составляющие класса. И, соответственно, воздушно-десантного комплекса с находящимся рядом автошколой. Строительство парка «Патриот» – это реальный шаг в сторону по-настоящему патриотического воспитания молодежи. По-настоящему патриотическому воспитанию. Чтобы мы не просто призывали и призывами пытались сделать из них патриотов. Мы должны создать условия, чтобы мы формировали, растили патриотов из наших мальчишек и девчонок. Но для этого нам нужно место. И вот парк «Патриот» – да, именно такое место. 150 гектаров, взлетно-посадочная полоса, полигоны. Все необходимо для того, чтобы они проходили основы начальной военной подготовки. В основном это, конечно, для будущих защитников Отечества. Вот для этого мы сегодня с вами строим парк «Патриот». В первую очередь парк «Патриот» рассчитан на школьников и студентов. Молодежной инфраструктуре в Краснодарском крае сейчас, в принципе, уделяется много внимания. В следующем году должны приступить к строительству центров единоборств сразу в 14 районах. До февраля месяца проектно-осметная документация должна быть готова. Еще раз подчеркиваю, здесь и ответственность глав муниципальных образований, я даю встречу, и ваша. Вы заинтересант, министр спорта края. Все коллеги – это техническое сопровождение. Поэтому если идет сбой, значит, просто жмите кнопку с тревогой, тревожную кнопку, я быстро на нее отреагирую. Но к февралю месяца 14 проектов документации должны быть в полной боевой готовности, как говорится. Уже готовы к применению вот этих проектов, готовы к применению. И в марте мы приступаем к строительству в 14 муниципальных образований центра спортивных единоборств. Деньги есть, желание есть, воля есть. Теперь покажите профессионализм. Чтобы выстроить систему, был разработан план мероприятий, который предусматривает строительство во всех муниципальных образованиях 44 муниципальных образований центров единоборств до 2023 года. Все поручения губернатора сразу внесли в протокол и зарегистрировали в управление контроля. А значит, за любые сбои по приоритетным региональным проектам отвечать будут конкретные чиновники. Александр Иванченко, Яна Бузычкина, Вадим Волков, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Движемся далее. От переселения на Тамань до наших дней. Всю историю Кубани охватил казачий диктант. Диктант его провели во всех районах края уже во второй раз. Тест на знания, памятных дат, традиций и обычаев кубанского казачьего войска прошли свыше 4,5 тысяч учеников профильных классов. Поучаствовать в акции мог любой желающий и в интернете. Станислав Бондурко продолжит тему. 20 заданий, в каждом 4 варианта ответа и всего один урок на выполнение. Диктант, конечно, на оценки в школьном журнале не повлияет, но дети очень старались. Они не могли подвести своих педагогов и наставников. Цель данной акции – это не только оценка уровня знаний, но прежде всего сплочение. Мы сразу ориентируем ребят на тот факт, что если будут какие-то ошибки, трудности, не надо воспринимать остро. Просто проанализировать качество, уровень своих знаний. Чтобы успешно пройти испытания, нужно знать, например, дату высадки казаков на Тамань, самую древнюю регалию войска, имя Атамана – участника Бородинской битвы, обычаи во время Масленицы. Вопросы охватывают несколько лет обучения. В этом году задания разбили на несколько возрастных категорий. Сложно не было. Были вопросы на точное знание дат, на точное знание имен и фамилий. Все это рассказывается на уроках кубановедения, на внеурочных каких-то мероприятиях. Были вопросы, в том числе и связанные с современной жизнью кубанского казачьего войска. Ведь мы ввели эту составляющую в структуру предмета история кубанского казачьего. Те, кто справился лучше всех, получат сертификаты. Они пригодятся при поступлении в кадетские корпуса. Очень важно, что в акции участвуют не только ученики школ, но и казаки-наставники, родители, просто жители населенных пунктов, у которых казачий диктант вызвал живой интерес. Казачата первых и вторых классов тест пока не проходят, но в акции участвуют. Их задача – сделать поделки или рисунки. Творческие уроки прошли по всей Кубани. Это традиция уже, потому что буквально в прошлом году мы также писали казачий диктант, проверяли свои знания. И я уверен, что та работа, которая проводится казачьими наставниками в школах, педагогами, учителями, она не напрасна. Поучаствовать в акции мог любой желающий в интернете. Задания по-прежнему доступны на сайте Союза казачьей молодежи Кубани. По предварительным оценкам, участниками диктанта по всему краю стали свыше 50 тысяч человек. Станислав Бондурко, Денис Акулов, Кубань, 24, Краснодар. На Кубани у петард, хлопушек и салютов проверяют документы. Сегодня по всему краю начались массовые рейды по магазинам, где продают пиротехнику. Их обходят сотрудники МЧС, полицейские и казаки. В Анапе успели проинспектировать пять объектов. В первую очередь комиссия обращает внимание на наличие сертификатов на продукцию, целостность упаковок, сроки и соблюдение правил хранения товара. В Анапе нарушений пока не выявили. Всего же по краю рейдовые группы посетят восемь сотен специализированных магазинов. Продавцов, которые не соблюдают правила, оштрафуют, а товар конфискуют. На сегодняшний день нет основного какого-то источника или канала поставки этой продукции. Это как и произведенное где-то кустарным образом на каких-то складах, так и нелегально ввезенное сюда. Для этого мы рассматриваем этот же вопрос и пресекаем в рамках действия комиссии по незаконному обороту промышленной продукции. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют не покупать фейерверки, петарды и другую пиротехнику у продавцов на улице, а в специализированных магазинах требовать сертификаты качества. Даже небольшая хлопушка, произведенная кустарным путем, может причинить вред здоровью. Три секции, один вагон. Новый трамвай привезли в Краснодар и сегодня его начали готовить к выходу на маршрут. Это очередной гость из Челябинской области. Его, как и остальные новинки, пополнившие парк в этом году, собрали на Усть-Катавском заводе. Оттуда приехала и специальная бригада, чтобы правильно настроить электронику транспорта. Все подробности у Амира Юсупова. Задача у бригады включить мозги. Так следствия называют электронику трамвая. Они соединяют водительскую панель с блоком управления, чтобы система оповещения, мультимедийные экраны и, самое главное, двери отзывались на нажатие кнопок. А Wi-Fi, камеры наблюдения и USB-разъемы работали. Вот блок Wi-Fi, все, вот ГЛОНАСС-блок, то есть вагон также видит все по спутнику, все отслеживается и остановки все это происходят. Он оснащен USB-розетками также, ну, зарядить телефон, есть 220 вольт, чтобы инвалид смог зарядить кресло свое. На спине у каждого рабочего четыре буквы. Расшифровываются они, как Усть-Катавский вагоностроительный завод. Только его слесары и электромонтажники могут поставить на ход новый вагон. Его буквально собрали по частям. Секции трамвая проехали 2000 километров из Челябинской области по отдельности на грузовиках. У специалистов здесь в депо таких нету. В эти дни, пока происходит пусконаладка, сотрудники депо будут подходить, обучаться. Им будет передана техническая документация, схемы и полная сборка вагона. Главное достоинство нового трамвая – система климат-контроля. Она разработана специально для Краснодара, кондиционеров в вагоне 2. Каждый стоит не меньше 5 миллионов рублей, зато температура круглый год будет одинаковая благодаря так называемой функции тепловой завесы. При включении кондиционера управление находится в кабине водителя. Также включаются воздушные завесы на каждой двери, где происходит отсечение горячего воздуха, теплого воздуха с улицы с отсечением салона. В новый трамвай может поместиться больше 300 пассажиров. Для 48 есть сидячие места. Но такое количество перевозить вагон не будет. Все из-за норм Минтранса. На один квадратный метр – 5 человек. Мы учитываем пассажиропоток на наших маршрутах. Ну и, естественно, потребности жителей в современных различных требованиях к комфортным условиям. Поэтому мы в любом случае заложили в техническое задание наличие низкого пола, то есть возможности перевоза маломобильных групп населения, наличие кондиционера, наличие Wi-Fi. Это не первый 30-метровый трехсекционный трамвай, приехавший в Краснодар. В августе 2016 года на пятый маршрут вышел «Витязь». Его делали на Тверском заводе. Он полностью низкопольный, а детище у скотавских производителей только на 70%. Но зато этот вагон дешевле и надежнее. Конструкция тележек. То есть здесь немного другие. Они показали более лучшие характеристики в эксплуатации. То есть ходимость именно бандажей практически в два раза превышала «Витязь». Когда вагон полностью соберут и настроят, он пройдет обкатку. А на линию по плану выйдет не позже 25 декабря. К той дате приедут еще три таких же трехсекционных трамвая. Курсировать они будут по маршрутам 4, 5 и 20. Амир Юсупов и Михаил Власинга. Кубань, 24, Краснодар. О настоящем и будущем регионального парламента говорили в Краснодаре. Научно-практическая конференция прошла в Кубанском государственном университете. Ее посвятили 25-летию законодательного собрания края. А провели председатели двух комитетов ЗСК. Депутаты и профессора рассказывали студентам об истории создания, развития и становления законодательной власти в крае. Лекцию послушала Ксения Галич. Подробности в сюжете. У университета с Кубанским парламентом давние и теплые взаимоотношения. Четверть века, что существует законодательное собрание края, эксперты КубГУ помогают депутатам. Тесно сотрудничают факультеты управления психологией, юридически и экономически. В свою очередь, ЗСК ежегодно принимает студентов на практику. Профессионалы, погруженные в реальную законотворческую деятельность, в реальную практику управления. В этом взаимодействии вырабатывается совместное объемное видение разных проблем, вырабатываются эффективные решения. Нам очень понравилось. В принципе, остался такой положительный отклик от всего этого. И в будущем, конечно, бы очень хотелось работать тоже в этой структуре, потому что видно, насколько профессионально все работники подходят к делу. Остались под очень приятным впечатлением. Но строить безоблачное будущее нельзя, не изучив досконально прошлое. Об истории законодательной власти на Кубани лекцию на конференции прочитал Руслан Зыдзоев. Профессор рассказал, как после февральской революции 1917 года, которая сломала монархический режим, на Кубани был создан областной временный исполнительный комитет. А уже к июлю государственная власть полностью перешла к казачьим органам. Высшим законодательным органом на Кубани называлась Кубанская законодательная рада. Полномоченно принимать законы, касающиеся всего края, рассматривать и утверждать краевой бюджет, избирать представителя края при центральном правительстве, обсуждать вопросы о деятельности кубанского правительства, созвать Крайвую раду. Говорили и об истории современного парламента. Кстати, первый закон, который приняли депутаты 25 лет назад, вёл мораторий на приватизацию объектов образования в регионе. Впоследствии этот документ помог сохранить много небольших сельских школ. В начале 90-х, когда раздавались голоса под предлогом оптимизации закрыть малые школы, с тем, чтобы развивать сеть крупных учебных заведений, мы в законодательстве края прописали, что невозможно изменение формы существования, либо вообще ликвидация образовательного учреждения на селе без учёта мнения населения. А у комитета, который сейчас возглавляет Сергей Жиленко, самая горячая пора началась после реформы местного самоуправления в октябре 2003 года. Тогда был принят 131-й федеральный закон. Необходимо было подготовить и провести выборы депутатов представительных органов, глав городских и сельских поселений, установить численность, структуру органов местного самоуправления, установить границы территории, оказать помощь в разработке бюджетов, уставов поселений, провести разграничение имущества между муниципальными районными и сельскими поселениями. После всех выступлений студенты смогли задать спикерам вопросы, а их упытливых умов было много. Ксения Галич, Михаил Ласенко, Кубань, 24, Краснодар. Вы смотрите «Вечерние факты», и мы продолжаем рассказывать о главных событиях этого дня. Восемь соток раздора вопрос о строительстве храма поделил на два враждующих лагеря жителей садового товарищества под Краснодаром. Одни думают о духовном, а другие о законности такого решения. У обеих сторон накопилась внушительная стопка документов, решения судов, протоколы собраний. Инна Чайка выслушала мнение людей по разные стороны баррикад. Собираем деньги на киллера дешево и сердито. Это распечатка мессенджера местных жителей. Слова адресованы Людмиле Худяковой, как сама она предполагает. Женщина на протяжении многих лет работает председателем СНТ «Строитель». Однако согласны с этим не все. Камнем преткновения стала новость о строительстве храма на землях общего пользования. Вот выдержка из протокола собрания жильцов. Уважая обращение граждан, садоводческих товарищей, благословение владыки Исидора на строительство церкви, выделить из земель общего пользования в лесополосе 400 квадратных метров земли и передать епархию. Можно 800 метров. Под этим протоколом 2014 года можно увидеть и две подписи семьи Баландиных. Позиция Дениса Баландина – это только намерение, а не решение отдать земли под храм. Плюс к тому, говорит, было много нарушений в организации собраний. Поэтому у него много вопросов по поводу того, как распоряжались землями общего пользования. Мы не против храма. Мы против незаконной продажи земель общего пользования. Данный участок предназначен для строительства храма, где Людмила Александровна Худякова и ее уполномоченные являются учредителями данного храма. Наши люди против этого. Его поддержали некоторые жители товарищества. Как рассказывают, собранием было решено назначить Баландина председателем СНТ с августа этого года. Худякова против. Ее аргумент – это неподписанная членская книжка Баландина. По ее мнению, просто жители СНТ, а не член товарищества, не имеют права стать председателем. Однако некоторые местные жители протестуют свою позицию. Они высказали в момент молебна. Будущий настоятель вместе с приходом собрались на месте, где по документам будет стоять храм. Зачем? Здесь он нужен. Представьте, что будет, если, например, Пасха. Что здесь будет твориться? Здесь будут по утрам колокола, беспрерывно звучать. Задаем вопрос по поводу учредительных документов настоятелю будущего храма Александру Колесову. Земля, на которой должна быть построена церковь, официально оформлена. Она запечатлена в кадастровой карте города и она передана правообладателю, также местной религиозной организации, не частному лицу. В строке правообладателя указана местная религиозная организация. А вот и договор о безвозмездной передаче земельного участка от садового товарищества. Были возражения жителей и о вырубке деревьев. Ответ церкви – территория вокруг храма будет облагорожена. На аллее высадят новые деревья, поставят скамейки. Все деревья, естественно, мы рубить не хотим, так как и не нужно, потому что они какую-то красоту создают, уют. Если храмик будет внутри деревьев, это еще даже красивее будет смотреться, нежели на голом месте. При храме в планах открыть воскресную школу, где смогут заниматься местные дети. По словам Кудяковой, она готова взять организацию на себя и оставить должность председателя. Только сначала просит дать право на последнее слово. Ну что-то же должно быть в нас хорошее. Мы сейчас ведь ни во что не верим. Почему те люди, которые приехали, не живут, не стараются жить вместе? Я предлагала в нашем садоводстве, что давайте мирно будем жить, давайте сейчас наладим обстановку, давайте проведем общее собрание, на котором я отчитаюсь. Духовенство считает, что нужно донести до местных жителей важность строительства храма в шаговой доступности. До ближайшей церкви, указывает на карте руководитель миссионерского отдела и парки, больше трех километров. Приход, мне кажется, духовно и не сможет, и не захочет строить на данном месте храм, если там не будет мира. Поэтому сейчас все внимание, мне кажется, прихода должно быть направлено на то, чтобы разъяснить людям те плюсы от того, что там будет храм и, как предполагается, облагороженная парковая зона. Руководство Кубанской епархии уже передало приходу икону Иверской Божьей Матери. Пока она дожидается, когда улягутся соседские баталии. Инна Чайко, Дмитрий Ланин, Илья Ковакина, Александр Кощеев. Кубань, 24, Краснодар. На Кубани только за последнюю неделю по программе капитального ремонта обновили 66 домов. Всего за шесть лет в регионе удалось восстановить около трех тысяч многоэтажек. До конца года планируют сдать еще порядка 170 зданий. Многие объекты уже давно нуждались в ремонте. Например, в Краснодарском доме сталинской постройки необходимо было обновить фасад. Мы так долго ждали этот дом. Он был такой разрушенный, такой обшарпанный. Наконец-то на 50 лет, я так прикинула, в общем, больше 50 лет не было. Оштукатуренный он, он обвалился весь, страшный. Другой Краснодарский дом по улице Ставропольской уже отметил полувековой юбилей. Здесь обновили крышу, на это потратили больше 2,5 миллионов рублей. Все работы по капитальному ремонту ведут проверенные организации. Только они по закону могут участвовать в электронных торгах. За качеством работ ведет надзор муниципального казино-учреждения «Горжелхоз». У нас с ними заключен договор на передачу функций технического заказчика. Прежде чем приступить к производству работ, ведутся работы по производству проектно-смертной документации. Где указаны виды работ, материалы. В Крае второй год подряд фонд собирает около 100% средств. Поэтому в 2020-м на капитальный ремонт выделят в полтора раза больше денег, чем в 2019-м. Бесплатный бизнес-лагерь впервые открыли в горах Сочи. Попасть в него смогли не все, только 100 человек, которые прошли тест. Сдавали его еще в сентябре. За 15 минут надо было ответить на 80 вопросов по логике, математике, лингвистике. Среди тех, кто набрал нужное количество баллов, и действующие предприниматели, и те, кто только планирует открыть свое дело. Я бы себя, наверное, не отнес уже к новым предпринимателям, так как уже больше 30 лет. Но обучаться и развиваться я начал буквально чуть больше года назад. И это действительно очень полезно. Раньше не было такой возможности, не было таких платформ. То, что сейчас делает непосредственно бизнес, мой бизнес, это очень крутой фундамент для достижения и развития дальнейших целей. Интересен своей средой. Здесь студенты, бизнесмены, люди, которые только начинают, люди, которые уже давно в этом деле, делимся опытом, общаемся, находим новые знакомства, конечно. Такое обучение в горах организовал Краевой фонд развития бизнеса. В рамках проекта начинающие предприниматели могут получить бесплатную поддержку, например, маркетинговое исследование, создание бизнес-плана или продвижение сайта. 140 детей были объявлены в розыск на Кубани в 2019 году. Такова статистика волонтеров из поискового отряда «Лиза Алерт». Чтобы в новом 2020-м сводки добровольцев не пополнились сообщениями о пропаже несовершеннолетних, для краснодарских девочек и мальчиков «Лисы» провели увлекательный квест «Безвредные советы». Как вести себя, если заблудился в лесу, потерялся в городе или остался один дома? Ответы на эти и другие вопросы давали ребятам в возрасте от 5 до 10 лет. Анастасия Маркова выяснила у детей, чему же они научились. Не вернулся из школы, ушел из дома, не выходит на связь. С этих слов начинаются все обращения о потерянных детях. Только в этом году в отряд «Лиза Алерт» поступило около 140 подобных заявок со всей Кубани. Порой родителям достаточно лишь на секунду отвлечься, чтобы выпустить малыша из вида. Мама! Правило трех «О» – остановиться, оглядеться, окрикнуть. Должен знать любой ребенок. Они помогут в случае, если малыш отстал от родителей. На улице или в торговом центре – неважно. Паника и беготня лишь усугубят поиски, объясняют лисички-волонтеры. А еще обязательно выучить номер телефона мамы или папы. А если ваш ребенок еще совсем мал и не умеет разговаривать перед выходом из дома, ему необходимо положить в карман записку с домашним адресом и телефоном родителей. Перед тем, как отправиться на прогулку, сфотографируйте ребенка. Эти кадры помогут поисковикам быстрее опознать пропавшего, рассказывают волонтеры уже родителям. Пока малыши путешествуют по рыжим станциям, для мам и пап своя программа безвредных советов. О том, что опасна даже поездка на такси, для многих стало открытием. Мне просто не довезли до школы, там, ну, квартал. Пробка, я не могу, все, выходи. Разлучить детей с родителями может и другой общественный транспорт. Автобус вышел раньше времени из салона и, как результат, попал в сводки поисковиков. Остаться на месте, пока мама, она выйдет из автобуса на следующую остановку и пойдет сама за тобой. Для белочек, медвежат, ежиков и тигрят добровольцы приготовили и другие опасные станции. Среди них один дома и дремучий лес. Задания команды выполняли не на скорость, да и не за победой гнались. Главное – овладеть навыками, которые помогут справиться с трудностями. Очень плохо, что обычно взрослые идут в лес, в камуфляжи. Очень важно правильно одеться. Нужно одевать яркую одежду, чтобы и ребенка было видно, и маму, и папу. Он всегда мог увидеть. С собой обязательно взять каждому члену семьи свой рюкзак. И положить туда питательный батончик, воду и конфеты. Такие подарки Дед Мороз и Снегурочка вручили всем участникам квеста. А родители получили важные знания, которые они еще раз повторят с детьми уже дома. Мне хотелось, чтобы ребенок услышал, что нужно делать, если он потерялся. Потому что мы ведем беседы с ним, но когда проводят такие лекции профессионалы, я думаю, что это более каким-то доступным языком будет выражено для ребенка. До сих пор нет никаких известий о Богдане Кривко. Мальчик пропал в мае этого года в Мостовском районе. Поиски продолжаются. Искать детей всегда сложно, делятся волонтеры. Они прочесывают все места, где хотя бы раз побывал ребенок. Нужно перекрывать места массовых скоплений. То есть там, где дети могут, когда-то ходили с родителями, могут пойти гулять в какие-то крупные торговые центры, в парки какие-то ярко освещенные и так далее. То есть, конечно же, первым делом осматривается вот это. И идет оповещение сотрудников служб безопасности, водителей, продавцов магазинов. Чтобы в новом году дети не попадали в сводки поисковиков, добровольцы Лиза Алерт и проводят такие рыжие елки. 21 декабря посетить обучающий квест смогут жители Новороссийска, а 22-го – Анапы. Анастасия Маркова, Денис Горбунов, Кубань, 24, Краснодар. Вы смотрите «Вечерние факты». Спасибо, что остаетесь с нами. Яркие впечатления, комфорт и отдых – это их работа. Они знают, как сделать путешествие незабываемым, умеют выстраивать головокружительные маршруты, а порой даже отвечают за победы российских спортсменов и спокойствие британских пенсионеров. Все это о кубанских тружениках туриндустрии. Совсем недавно лучшие из них получили признание на краевом конкурсе «Курортный Олимп». Его в этом году сумели покорить 54 человека. Больше всего призеров уже по традиции из Сочи. Екатерина Пороханяк встретилась с победителями. Вот в этих совершенно обыкновенных офисных скорошевателях хранятся ключи от самых ярких эмоций, незабываемых впечатлений и восторженных комментариев в соцсетях. В папках собраны лучшие маршруты ведущего сочинского туроператора. На их разработку и совершенствование ушло 20 лет. Именно столько компания на рынке. И в этом году труд специалистов по хорошему отпуску оценили по достоинству. На региональном конкурсе «Курортный Олимп» фирма заработала сразу два туристических «Оскара». В номинации «Лучший менеджер» победу одержала Анна Яшина. Победитель номинации Яшина Анна Александровна в Сочи. Задача Анны по нескольким фразам клиента определить, какой вид отдыха нужен именно ему. Менеджер признается, порой гости просят совместить несовместимое. Например, за один день увидеть все красоты Олимпийской столицы и при этом попробовать винного браудюрсо. Такой запрос, который повторялся очень часто в письмах, нас подвиг к разработке целого винного тура. Не только по Сочи, а по всему югу России. Это и Сочи, и Геленджик, и Новороссийск, и Анапа, винные хозяйства Краснодарского края. Поэтому даже самый нестандартный, необычный запрос может привести к такому яркому результату. Маршрут назвали «Винные дороги Боспорского царства». А есть еще его легенды. Эти туры объединяют археологию, историю и, конечно, гордость края, производство благородного напитка. В следующем году географию расширят. Путешественники смогут вернуться в античность и увидеть не только Горгипию, Германа, Суфаногорею, которые расположены на Кубани, но и раскопки древнегреческих поселений на Крымском полуострове, рассказывает руководитель компании Белла Тарасова. На курортном Олимпе ей вручили награду в номинации «Лучший туроператор». Чтобы соответствовать почетному званию, приходится не только до мелочей продумывать план путешествия, но и быть готовыми к нештатным ситуациям. Роль психолога и юриста Белли Тарасовой пришлось примерить, когда в Сочи из Великобритании приехал клуб любителей бабочек. В группе все были старше 80-ти. И вот один такой любитель, которому было 86 лет, он потерял паспорт. А им надо было переезжать дальше в Адыгею. И вот мы, наверное, потратили день только для того, чтобы зарегистрировать его заявление. Но главное было оказать ему такую эмоциональную поддержку и психологическую, чтобы человек был спокоен. Спокойствие постояльцев, комфорт и чистота – призвание еще одной победительницы курортного «Олимпа» – горничной Анастасии Лодыжинской. Привести все в идеальный порядок и при этом остаться незамеченной. Ее персональная суперспособность. Анастасия работает не в обычной гостинице. Здесь, в крупнейшем на юге России, в центре спортивной подготовки, живут и тренируются действующие и будущие чемпионы. У них жесткий режим, поэтому уборку нужно делать строго по часам. Есть и другая специфика. Иногда именно от горничной может зависеть победа команды. Они в свою форму могут забыть спортивную. Могут инвентарь, допустим, там, мячи. Если это сборное фехтование их, и вот эти вот шпаги. Бывают даже гаджеты какие-то оставляют. Да, ну, конечно, мы их в камеру хранения. А в дальнейшем они приезжают, возвращаются, конечно, на сборы, когда мы возвращаем. Благодаря в том числе и таким профессионалам, как Анастасия, Кубань – один из лидеров страны по количеству туристов. Только в 2019-м на побережье и в живописных уголках нашего региона отдохнули больше 16 миллионов человек. Отрасль принесла в краевой бюджет 7 миллиардов рублей. На четверть больше, чем в прошлом году. Это еще не предел. Кубанские курорты принимают гостей круглый год, а впереди высокий горнолыжный сезон. Екатерина Пороханяк, Сергей Щербин, Кубань-24, Сочи. И в финале выпуска отдохнуть и потренироваться всей семьей теперь можно в новом микрорайоне Усть-Лабинска. Там завершили строительство сквера прямо на центральной улице. Раньше здесь было пустое поле, а сейчас аллея со скамейками, кустами можжевельника, белыми акациями и не только. Рядом установили две площадки – спортивную для воркаута и детскую. Благоустройство обошлось почти в 9 миллионов рублей. Новый сквер построили по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Кстати, место для аллеи и площадок выбирали сами жители. Люди провели общественный опрос. И они выбрали именно это место. Это не центр города, а фактически его окраина, но довольно густо населенная, где до этого не было вообще ни одного сквера. Сейчас это единственная комплексная зона отдыха в Усть-Лабинске. В местной администрации уверены, сквер будет пользоваться у горожан огромной популярностью. Это все новости на сегодня. Мои коллеги уже готовы рассказать о погоде на завтра. Желаю вам хорошего вечера. Увидимся! Спонсор прогноза погоды – строительная компания ООО «Югстрой Империал». Доброго всем теплого вечера! Я бы даже сказала весеннего. Что происходит с погодой? Почему вдруг зима кубанская дарит нам такие царские подарки в виде невероятно солнечной теплой погоды? Что такое? Давайте посмотрим на снимок из космоса и разберемся. Ну что, вот он, снимок наш появился. Вот он, наш край. Вот здесь он находимся. И мы по-прежнему с вами находимся под влиянием гребня антициклона. В зоне высокого, очень высокого, высоченного, я бы даже сказала, давления 770 миллиметров ртутного столба. Это, друзья мои, много. Но температуры такие весенние не из-за этого. Дело в том, что помимо гребня на нас влияет теплый фронтальный раздел. Посмотрите, видите вот эти вот беленькие, такие едва заметные облачка? Вот это он. Осадков нам этот фронтик не принесет. На небе будем наблюдать только облачка красивые, солнышко, адвекция тепла. Царствует в Краснодарском крае, не только в Краснодарском крае, а вот примерно вот на такой территории. Ну а теперь предлагаю посмотреть на то, как вся эта ситуация влияет на температурный фон. Нам нужна карта края. Сейчас она появится, появилась. Начнем с востока, как обычно. В Тихорецке до 10, в Кропоткине, Армавире 11-12 тепла. В Лобинске также плюс 12. В среднем в Майкопе и Белореченске, друзья, 10-14 тепла. Обещают синоптики, это в среднем может быть даже будет теплее. Переносимся на север и на запад. Края в Ейске, Каневской плюс 9. Синоптики обещают в Кущевской и Ленинградской. Такая же картина в Приморско-Ахтарске в дневное время до 9 с плюсом. А вот на западе края, в Темрике, Славянске, на Кубани намного теплее. Плюс 14, Крымск у вас тоже плюс 14. В Горячем Кличе около 14. Абширонск и Хадыжинск у вас плюс 11, плюс 12. А теперь переносимся туда, где еще теплее. Хотя, казалось бы, куда ж теплее. Но в крае есть Черноморское побережье, а тут настоящий курорт. Анапа, Новороссийск, Геленджик. 14-15 днем, друзья. Туапсе плюс 14. И в Сочи прекрасный 14. Со знаком плюс. Думаете, где-то должен быть подвох? Но нет, не в этот раз. Ветер в краю юго-западный, не сильный, 3-8 метров в секунду. Давление высокое, очень высокое. Осадков никаких ждать не нужно. Температура воздуха ночью 0, плюс 5. Это в среднем. А значит, возможно, в вашем населенном пункте и теплее будет. Теперь нам нужен Краснодар. Вот, он уже появился, Краснодар. В утренние часы синоптики обещают нам плюс 2, плюс 4. Также никаких осадков на небе. Красивые облачка, ветер не сильный. Юго-западного направления 6 метров в секунду. Давление, друзья, высокое. Днем ситуация поменяется в лучшую сторону. Настоящая весна, март месяц просто какой-то. В Краснодаре плюс 10, 12. Друзья, также осадков никаких мы не ждем. Также ветер юго-западный. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Ну и в вечернее время также погода останется прекрасной. А у меня на этом все. Наслаждайтесь чудесной погодой. Друзья, я передаю слово своим спортивным коллегам.